Нести хуй гораздо легче, чем бревно. Поэтому в нашей стране так много говорящих и так мало делающих. О тех и о других сегодня в программе. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Низкие зарплаты и большая конкуренция. Так охарактеризовали жители Ивановской области собственные власти. На портале инвестиционной привлекательности региона губернатор не придумал ничего лучше, чем завлекать потенциальных инвесторов нищетой собственного народа. Ну, типа вы главное у нас свой бизнес создайте, а дешевой рабсилой мы вас точно обеспечим. Вот только вопрос, а где он ее возьмет? Потому как если в Иваново реально ситуация такова, что там работают за еду, то почему местный губернатор все еще занимает свое место? Тот же вопрос хочется задать и в том случае, если по улицам толпами ходят безработные. Я посмотрела статистику за прошлый год, и ведь правда, регион не самый приятный для проживания. Зарплаты действительно низкие, а цены на все действительно высокие. Но бешеной безработицы при этом нет, скорее даже наоборот. Аргументы и факты утверждают, что вакансий в регионе гораздо больше, чем резюме. Об этом свидетельствуют данные, полученные с сайта Headhunter. За прошлый год рост числа именно вакансий составил около 50%, а работодатели оказались в ситуации, когда выбирать просто не иского. Ведь за один только прошлый год область лишилась 35 тысяч человек, а это, считай, минус рабочие руки. Я, конечно, могу понять местного губернатора, который в желании улучшить климат региона, повышает инвест-привлекательность за счет не совсем правдоподобной информации. Но, сгенерировав проблему, как он собирается ее решать? Снова мигрантами? Снова реальной дешевой рабсилой? Тогда в этом случае он рискует потерять и остальных россиян из своего региона, а вместе с ними и то, что называлось хоть какой-то стабильностью. Поэтому, уважаемые власти, имущие Ивановской области, примите лайфхак и не благодарите. А инвесторов привлекайте к квалификации кадров интересным налогообложением и низким уровнем рисков. Кстати, к моменту записи программы баннер с низкими зарплатами на сайте уже подтерли, точнее, подкорректировали. Но интернет запомнил все. А между тем, позиции Трампа в России продолжают укрепляться. В одной из прошлых программ я уже говорила о том, что некоторые россияне с особым придыханием ожидали итога американских выборов. И они его дождались. И итога, и Трампа. Теперь, как утверждают фанаты новоиспеченного президента, следующим шагом должно быть укрепление международных связей с США. А начать можно, например, с переименования станции метро. Ну, типа была в столице баррикадная, а стала трампская. Таким образом, мы, по замыслу активистов, покажем Америке свое дружественное лицо. А она нам за это? Кстати. А ведь нигде не упоминается, а что мы получим взамен. Может, потому что инициатор идей снова глав пиар? Ну да, тот самый, что предложил создать в России министерство секса и вырубать электричество в 10 часов вечера. Будто мы не знаем, что читать новости можно и при свечах в заранее заряженном телефоне. Но на метро авторы не остановились и предложили президенту России следующий год объявить годом Трампа. А на одной из центральных улиц установить в честь него памятник. Ну, не отчего. Ну, нормально. У нас этот год объявлен годом семьи. И именно в год семьи, как утверждает статистика, началось повальное расторжение браков. Комсомольская правда сложила 2 плюс 2 и получила неутешительный результат. В первой половине года российские ЗАГСы зарегистрировали 360 тысяч браков. Они же развели 318 тысяч пар. Ну, то есть на 10 женатиков у нас приходится 8 разведенок. Благодаря чему мы почетно укрепились на третьем месте по частоте разводов. На первом, как пишет Форбс, обосновались Мальдивы. На втором Казахстан. А вот дальше с небольшим отрывом идем мы. Так вот, к чему я это все? Да к тому, что если следующий год и объявить годом Трампа, то он, как и российские семьи, тоже может оказаться в крайне сложном для себя положении. Ну, или для нас. Поэтому игры эти лично я не поддерживаю. И квест «Кто первым лизнет» проходить не собираюсь. Чего и тебе желаю, дорогая моя страна. А между тем, на этой неделе, на фоне истерии об отключении интернета, об этом я подробнее остановлюсь во второй своей программе, появилась первая хорошая новость. В четверг с президентом России пообщался глава Мосфильма Карен Шахназаров. Истинный предмет общения не раскрывается, да нам и не интересно. Важно другое. Режиссер пожаловался Путину на медленную работу Ютьюба, из-за чего страдают порядочные россияне. Ну, то есть, мы с вами. Хотим мы, например, посмотреть на встречу Шахназарова и Путина, а получаем только лист ожидания, медленную речь и замирающее в мимике лицо. Ну, где это видно, что президент России, да, замер в неприглядном для него свете. Поэтому он и пообещал режиссеру посмотреть и разобраться. Это сейчас была цитата. Я напомню, в августе россияне начали массово жаловаться на невозможность воспроизведения видео на платформе. Роскомнадзор тогда заявил, что не имеет к этому никакого отношения и дело все в изношенном оборудовании компании Google. На что Google ответил, что проблемы с доступом к видеохостингу не связаны с техническими вопросами и типа корень зла ищите в своей стране. Ну вот, а теперь мы и поищем. И если в ближайшее время все наладится, то ответов наконец-то станет больше, чем вопросов. Починил вам YouTube. Пользуйтесь на здоровье. А вот где еще на этой неделе нашлись ответы, так это в вопросах низкой рождаемости. Депутат Госдумы некая Ирина Филатова в четверг выкатила свою версию нежелания женщин обзаводиться потомством. Оказывается, причина этой проблемы кроется в лишнем весе. Я хочу еще отдельно отметить, у нас у женщин фертильного возраста, у 30% женщин фертильного возраста уже есть какая-то степень ожирения, еще 25% находятся в стадии предожирения, то есть имеют проблемы с лишним весом. А как мы понимаем, женщины фертильного возраста, детородного возраста, это вопрос нашей демографии впрямую. Да-да-да-да, вы тоже слышите эти голоса, которые слышу я? Сначала они говорят нам, что в течение Чайлдфри виновата Америка, желающая, чтобы мы все вымерли. Потом утверждают, что нужно лишить женщин образования, а то пока они учатся, они забывают рожать, а потом уже поздно. А вот теперь новый Перл во всем виновата ожирение. Ну так чего вы хотите, если сами же сначала говорите, что макароны всегда стоят одинаково, а потом вдруг делаете круглые глаза и удивляетесь, а че это некоторых так несет с хлеба и макарошек, приправленных майонезом? Хотя, да ладно вы, может это и не ожирение вовсе, а просто желание девчонок стать восточными красавицами. И если это так, то небольшой животик там даже в тему. А если серьезно, то посмотрите на ту же Америку. Вот где проблема ожирения реально должна стоять на первом месте. Там 40% населения страдают лишним весом. И что? Думаете, кому-то это мешает рожать детей? Да нет же. Посмотрите американские документальные фильмы. Трое или четверо малышей в семье это норма. Да, сейчас в связи с нестабильной ситуацией в стране, к которой свою руку приложили и мы, американки и правда начали меньше рожать. Но опять-таки лишний вес здесь оказался ни при чем. Поэтому, может, хватит уже слепую искать иголку в этом стоге сена и взять уже наконец магнит, а заодно и очки, чтобы разглядеть, что проблема-то совсем не в стоге, а в том, что кто-то и не хотел замечать иглу. А между тем, помните знаменитую картину Айвазовского под названием «Раздача продовольствия»? Если я не ошибаюсь, то полотно во времена Российской империи было строго-настрого запрещено к показу общественности, потому как император Александр Третий всячески отрицал наличие голода, который в то время косил не просто семьи, но и целые деревни. «У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая», говорил он. А что на картине, спросите вы? А я вам отвечу. Там радость. Радость голодающего населения при виде американского продовольствия. Ничего не напоминает. Например, импортозамещение или товары, которые мы при наличии непаханого поля земли сами не можем вырасти. Чеснок и яблоки нам поставляет Китай, яйца Турция, сливочное масло, Эмираты. А сейчас вот новая напасть. В России не хватает картошки. Нет, вы себе можете это представить. Мы своими силами не можем вырастить для себя картофель. Ну и как сказал на этой неделе Дмитрий Патрушев, неплохо было бы под увеличенный спрос импортировать картошку из дружественных нам стран. Нет, развивать собственное производство, добавил он, конечно же, надо. И мы будем работать над этим. Вот только вопрос, а что же вы делали до этого? И как так произошло, что в России перманентно теряется то чеснок, то картошка, то масло? Кстати, помните, на прошлой неделе Оксана Алута, это министр сельского хозяйства, заявила, что масло с полок пропало, потому что мы его все съели. Ну да, больше-то ведь есть нечего. Так вот, на этой неделе ее поддержал и Дмитрий Патрушев. Он также считает, что в дефиците масла виноваты те, кто начал его есть пачками. У нас серьезно растет спрос на молочную продукцию. И одна из тех позиций – это сливочное масло. Его начали действительно у нас в стране больше покупать, увеличился спрос. Мы для того, чтобы сейчас удовлетворить внутренний спрос, вынуждены в том числе открывать импорты из дружественных стран. Так что, россияне, хватит жрать. Вам уже и дефицит об этом кричит, и ожирение намекает. А вы все за свое. Впрочем, порадоваться во всем этом есть чему. Если россияне реально стали жить лучше, то бог, как говорится, в помощь. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова